В общем, меня зовут Эльвира. Я вместе с Димой Ливиным участвовала в Google Summer of Code этого года. Он был моим ментором. И стрейс был моим проектом, и это моя тема. Ну, в общем, быстренько, если кто-то не знает, что такое стрейс, дрессировщик системных вызовов и сигналов, хороший известный для отладки. И для тех, кто знает, но, может быть, не помнит... Ой. Очень довольно удобный... Ну, вы же не видите. Где? В общем, удобная и важная опция, которую все забывают. И стандартный вывод стрейса. То есть каждый системный вызов, параметры, по возможности строчки и структуры. Как работает стрейс? Он использует системный вызов Ptrace. Довольно мощный системный вызов, который использует там GDB и прочие отладчики, который позволяет останавливать процесс стрейсим и лазить ему в регистры, в память и все такое. То есть останавливает он, ну, ставит флаг Ptrace.trace.trace.me, запускает трейсим и процесс и останавливает его на каждый сискол. Потом на каждый сискол лазит ему вот в регистры и в данные для того, чтобы вытащить аргумент системных вызовов и возвращаемые значения по системным вызовам. И в том числе структуры. Важный нюанс. Аргумент возвращаемых значений, системных вызовов и стрейсов из адресного пространства Ptrace. Почему это важно? Дальше объясню. Чтобы пока отступление закончилось. Определим персоналити как одно из поддерживаемых ядром Linux IB. Ядром могут поддерживаться несколько IB. Ну, например, на архитектуре X864 ядро поддерживает IB X864. X864, X864 и X32. У разных персоналити могут быть разные модели данных. Ну, модель данных — это такое понятие для C-подобных языков. Стандартные размеры всяких типов данных. Примерных разных типов. То есть X864 использует модель данных LP64. Лонги и pointer у него 64 бита размером. А X864 и X32 используют модель данных ILP32. То есть лонги и pointer размером 32 бита. И что происходит, когда Strayce начинает переселивать программу, которая использует другую модель данных? То есть она имеет не ту же самую персоналити, что ядро. Ну, Strayce запускается обычно с персоналити ядра. В аргументах системных вызовов подаются аргументы с неявной определенной длиной. Такое бывает в старых системных вызовах. Там лонги, указатели и указатели на всякие структуры, которых тоже не очень понятный размер. Но у них еще могут быть разные алайменты и прочие нюансы. Они могут быть вообще определены в ядре в зависимости от персоналити Tracey по-разному. Ну и получается зависимость аргументов, системных вызовов от того, с какой персоналити запущен Tracey. С этим надо как-то жить. Раньше Strayce с этим жил очень плохо. В половине случаев это не обрабатывалось вообще никак, аргументы выводились очень плохо. В половине случаев код был заполнен всякими и вдефами, и его было в несколько раз больше, чем надо. Ну вот стандартный системный вызов, segalit stack. Он передает две структуры по указателям, и этих структур вот поля указатель и size-t. Size-t на Linux, S, Grip, C определяется по-разному, то есть xx64 персоналити. Size-t имеет размер 64 бита, xx6 x32 персоналити и 32 бита. Ну, long и long. Или вот у time, который передает стракту у тимбов. time-t определяется как long для xx6 xx64, а для xx32 как long-long. То есть, ну, весьма нелогично. Ну, нельзя предсказать просто, зачастую. Комментарии из ядра, из кода ядра, которые у меня там в тезисах, в эпиграфах. В ядре вообще своя особая магия по преобразованию вот аргументов. То есть, ну, все делается вручную. Вот именно из-за таких случаев. Если вот long у нас длинный, то это signed long, а если long у нас короткий, то set of s word — это unsigned, ну, long лент. Вот. Стрейдер должен знать, что ему нужно знать, как печатать. Но он вот не знает, потому что у него персоналити, вот, скажем, ядра, xx64, и он трейсит какой-нибудь процесс xx86. Ну, аргументаре прописывать не надо. Надо полуострочистически строить вот вид этих самых типов, которые нам надо трейсить. Ну, никто не знает лучше, как выглядит какой-то тип в программе с определенной персоналити, чем программа с этой персоналити. Поэтому мы берем и делаем такую программу. Для этого мы используем, для выковыривания информации, мы используем вот Dwarf — это формат отложки информации. Там есть много разных вкусных вещей, но самое важное, что нам нужно, это описание всех переменных, их типов, описание типов рекурсивно сводится к базовым типам, у которых известен размер. Он лежит в той же самой отложке информации. То есть вот здесь переменная a, типа 4, переходим в 4, ok, int, sign размера 4. Ну вот, допустим, мы вставляем простую вот такую вот типа программу, простой источный файл, в котором у нас всего лишь определена переменная непонятного типа. Мы ее компилируем со сводящей информацией Dwarf под M32. Это строчка из мануала по GTC, которая объясняет, что такое M32. То есть int long ставится в 32 бита. То есть компилируется вообще под персоналити x86. И мы читаем эту отложенную информацию из объектника, который у нас получился, из сообщественно составленного сишника. Здесь описывается тип структура, два его мембера. И можно рекурсивно вычислить его тип вот по этим самым указателям. То есть Dwarf вообще имеет дровидную структуру, и у него каждая строчка с информацией имеет какой-то адрес. К тому же, ну вот наша переменная с волшебным именем, к которому мы начинаем идти. И благодаря Dwarf мы можем автоматически построить, проходя по выводу Ридельфа, определение типа ранее, но неизвестного. Так, в эстрейсе, как можно было догадаться, такие сишники создаются автоматически, скриптом при компиляции, вот этой последовательностью генерятся хедеры и используются в исходном коде. То есть каждый парсер компилируется несколько раз. И для каждой из поддерживаемых персоналити. То есть один раз для равной персоналити, один раз с волшебным определением вот на каждую поддерживаемую персоналити. То есть в случае x86-4, один раз для x86-4, один раз для x86-1, один раз для x32. Типичный диф, который надо сделать в парсерии S-Trace, это добавить несколько волшебных строчек, то есть написать, что уже за тип нам неизвестен, включить волшебную строчку, ну и по type-deafить неизвестный тип желательно в одно слово. Использовать. Ну то есть в основном таких изменений, кроме вот двух строчек. Ну такой прием просто не был нигде найден ранее с построением вот подварфа информации о других персоналити. Идея Димы. Ну вот кажется, так-то все, но похоже ничего не понятно. Это происходит перед, собственно, компиляцией, то есть вот запускается make, и он проходит по всем сишным файлам, ищет вот такую строчку и отрезает кусочек вот до этой строчки. То есть стрейс подсунуть исходный код программы? Нет, нет, нет. Стрейс сходит по своему собственному исходному коду. Во время компиляции стрейс проходит по своему собственному исходному коду, проходит по файлам с парсерами источенных вызовов. То есть функция парсера источенного вызова очень цифра. То есть если я собрал, у меня вдруг Pentium 64 там в лес, а я запускаю стрейс, и там E586, то он будет уже, может неправильно отстрейсить. Непонятный вопрос. Ну, отстрейс, то он, скорее всего, правильно, потому что такая магия была проведена почти с каждым типом, зависящим от персоналиста. То есть сзади что-то не работало, сейчас это работает. Ну, там в ТС все разложено более подробно. Там все-таки. Пожалуйста. Можно ли этот метод использовать для того, чтобы автоматически находить структуру и код, который непереносим в других приложениях, и генерировать им вот такие патчи? Интересный вопрос. В частности, это касается всяких протокольных вещей, где, скажем, структуры, приходящие из сетевых протоколов, укладываются куда-то вот и потом передаются, например, на уровень гидравля, какого-то динамического обработка. То есть целью стоит определить зависимость от персоналиста чего-нибудь. Да, цель стоит найти код, который ломается при смене персоналиста. Вот есть у нас приложение, а мы знаем или хотим узнать, насколько оно недопортабельно. И поправить эти вещи. Интересно, может быть, поправить эти вещи. Способа найти и не придумывать. Ну, грубо говоря, вот у меня два компа. Один 64-битный, один 32-битный, соединенный по сети. У меня протокол, структура описана, два программиста договорились. Но они не знали, что у одного 32-бита, когда договорились, на программисты договорились. Можно поймать вот эту нестыковку? Программисты могут поймать. Программисты – да. А, конечно, проектировать нет. Посмотрите, это первая задача. Как найти, вот то, что Саша спрашивает, как найти структуру, которая нужна, вот на нашем же жарбоне персить, и как их, собственно, правильно обрабатывать. В данной задаче, мы не решали задачу автоматически находить, потому что определение структур живут в ядре, и достаточно обработать скриптом исходники ядра, чтобы их всех выявить. Это просто другая задача. Как автоматически это вычислять? Выявлять на этой структуре. То есть, на самом деле, можно применить этот метод, для того, чтобы, если можно себе позволить скомпилировать что-то, под разные, то, да, естественно, можно очень легко проанализировать те же два. Чисто автоматически скриптуры, да. Можно, как результат побочной вот этой работы, получить, например, в рамках АПМ такие скрипты, чтобы можно было в процессе сборки приложений автоматически вот так и просто запускать и отрывать сборку, если у нас там что-то не совпадает. Ну, это редко, когда ведет сборку под две архитектуры, даже вот с самархитектуры, да, если бы там это было, то это можно было сделать чистотехнически, да, даже автоматически. То есть, я к тому, что, есть ли жизнь за пределами стрейсов для этого. Ну, в первую очередь, кажется, что это другое. Этот метод позволяет использовать структуру, которая зависит от того, как будто она не зависит. Я хочу как раз и понять, имеет ли смысл копаться, да, потому что, например, в той же самбе там есть большой кусок кода, который автоматически генерируется из описания структур. Действительно структуры, они, на самом деле, ядерно зависят. Например, время, то же самое. И оно автоматически все генерируется. В принципе, добавить туда компиляцию на ходу и перегенерирование под, чтобы поймать какую-то архитектуру, на которой все ломается, для этого хотелось бы иметь такую структуру, вернее, эту методику, более-менее абстрагированную от того же строительства. Ну да, грубо говоря, построить дом для каждой структуры и сравнить с помощью структуры. И рассказать. Извините, правда, когда протоколы согласовывают. Нет, ну да. Отлично возможно. Спасибо. На самом деле, очень интересная тема. Есть еще вопросы? Спасибо большое, Юлия. Спасибо.